Какое исследование в течение трех лет проводила компания Facebook и что утаило от общества и властей? Одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий The Wall Street Journal опубликовало статью со ссылкой на внутренние документы компании Facebook. По данным издания, компания проводила исследование, которое показало, что многие подростки сталкиваются в Instagram с эффектом негативного социального сравнения. По словам эксперта Казанского университета, многие подростки в силу своей неопытности не могут справиться с эмоциональным воздействием социальных сетей. Вернемся к статье от The Wall Street Journal. По результатам исследования Facebook, 32% девочек-подростков, которые плохо относились к своему телу, стали воспринимать его еще хуже. Также 14% мальчиков-подростков столкнулись с проблемой сниженной самооценки. Например, Instagram своим влиянием может просто-напросто еще ниже опустить самооценку, которая и так была низкой, например. И поэтому не всем он рекомендуем, не все могут ввести вот это средство массовой информации и представлять себя обществом. Также в одном из запросов Facebook в США и Великобритании 13% британцев и 6% американцев сказали, что они хотели покончить с собой из-за Instagram. В Instagram могут быть различные диалоги. В Instagram это уже, так сказать, среда, где появляются различные манипуляторы деструктивного направления. Они могут влиять, манипулировать, вызывать разные чувства, чтобы подчинить себе, своей программе, своим целям. Например, есть деструктивное преступное социальное сообщество, которое может влиять на молодежь и вызывать у них депрессии и вплоть до суицидных установок. Instagram можно пользоваться подросткам, которые нашли свое внутреннее «я» и которые могут быть уверены, что не подвергнутся психологической атаке со стороны социальных сетей, рекомендует эксперт Казанского университета. Энджими Небаева, Универньюз.